Мне нравится очень точное определение президента с ограниченными возможностями. Это про Дадона. Много сказанных слов, много демагогии, риторики много. Дел мало, то есть дел нет совсем практически. Кроме этих двух визитов и привезенных нескольких ящиков вина из Крикова, была такая именная закладка, еще когда Путин с удовольствием посещал и любил ездить, кстати, в Кишинев, когда там президентом был Воронин, тогда заложили вино в Криковских подвалах, ну, именное так называемое, вот он это вино ему привез, да, было забавно. Я думаю, что все больше и все очевидней молдавскому избирателю сегодня, что на их глазах разворачивается такой внутриполитический спектакль. Режиссером, так сказать, этого внутриполитической жизни в Молдавии остается один человек, фамилия его Плохотнюк, он руководитель Демократической партии по совместительству, главный и единственный олигарх в Молдове, по сути хозяин Молдавии сегодня. Собственно, Молдавия сегодня живет в режиме такого полицейско-олигархического строя. Ни одного конкретного дела, деятельного участия или, так сказать, какого-то реального события президент Дадон так и не совершил. Единственное, что может делать сегодня молдавский президент, это назначать, значит, судей, послов и инициировать референдумы, ну и еще может ездить по разным, так сказать, зарубежным странам и разговаривать о, так сказать, прекрасном с теми, кто готов с ним это обсуждать. Так вот, даже вот в рамках его полномочий, вот, например, буквально на прошлой неделе Дадон назначил чуть ли не пожизненно ту самую скандальную судью, да, которая, так сказать, участвовала во всех не самых красивых мероприятиях в отношении оппозиции, в отношении других. Вся Молдавия знает, что это личная судья, самая любимая судья олигарха Плохотнюка, который ей лично платит зарплату из собственного кармана в ее карман. Дадон назначает ее. Что это значит? На мой взгляд, он, по крайней мере, за эти сто дней, он принял правила игры Плохотнюка, он, так сказать, все больше и больше становится органичной частью вот этого полицейско-олигархического режима и выполняет роль предохранителя между олигархом Плохотнюком и народным гневом. После того, как Плохотнюк, значит, решил административным образом в Конституционном суде изменил Конституцию, что тоже, кстати сказать, странновато выглядит с точки зрения международных норм и легитимности, но, тем не менее, людей с улицы вышли, получили прямые президентские выборы. Хорошо, они прошли, слава Богу, Дадон президент за сто дней ничего не сделал, и сейчас он опять начинает играть, так сказать, в схемы, в сценарии Влада Плохотнюка. Для чего, еще раз, эти референдумы? Чтобы после Пасхи люди поехали на заработки, не шли ни на какие протесты, хотя они понимают сегодня, и это настроение в Молдавии очень массовое, что их обманули. На предыдущих парламентских выборах с выборов была снята партия, наша партия, Рената Усатова, да, и, собственно, сам этот Усатый и его партия поддержали Дадона на втором туре президентских выборов. Кандидат от этой партии, по-моему, процентов 7 взял сам лидер, не участвовал, поскольку, так сказать, у него прямая конфронтация с Плохотнюком, с этим олигархом Плохотнюком, там и уголовные дела друг против друга, там целая, так сказать, вот там действительно война настоящая, нерегулируемая, не срежиссированная настоящая. Так вот, он поддерживает, в том числе и их голоса легли в копилку, значит, этого самого Дадона. Сегодня Дадон также выступает на одной линии с олигархом Плохотнюком против этой нашей партии, против этого Усатого, да, в том числе вот эта судья, которая принимала решения и по нашей партии и так далее, он ее переназначает. Задача президента, на мой взгляд, вот в такой ситуации, в таком объективном политическом положении, все-таки во главу угла ставить вопрос объединения наций, ее консолидации. То, что делает на сегодняшний день Игорь Николаевич, в значительной степени ведет к усугублению этого раскола. А во-вторых, не пытаться продолжать свою, в общем-то, извечную линию на попытку занять главенствующее место на левом фланге, на пророссийском фланге. Ведь Игорь Николаевич должен помнить, что он пришел к власти, прежде всего, благодаря поддержке всех тех сил, которые сориентированы на Россию. В то же время, за 100 дней, он ничего практически не сделал, для того, чтобы поддержать другие партии этого же направления. Более того, вот есть ощущение, что он находит выгоду в тех гонениях, которые имеют место, так сказать, на нашу партию, в тех проблемах, которые возникли у Рината, у Саатого. Игорь Николаевич ничего не сделал для того, чтобы прекратить политические репрессии, чтобы добиться освобождения, так сказать, тех политических заключенных, представляющих это же политическое направление, по большому счету. Конечно, есть всегда некая конкуренция за голоса, но если люди придерживаются тех же идеологических позиций, если они, в общем-то, оказывали реальную, конкретную поддержку в процессе всех политических мероприятий, которые проходили партии социалистов, то как же их можно, что называется, топить, либо, наоборот, не замечать те репрессии, которые против них проводятся, так сказать, правыми силами. Так, слушайте, Дадон что, управдом, что ли? Или что, председатель колхоза? Игорь Дадон, президент Молдавии. За ним 52% молдавских граждан. Он должен был выйти как вождь этих 52%, вывести людей и потребовать от этого негодяя Плахотнюка вернуть все в нормальное, законное русло, чтобы Молдавия жила и развивалась как цивилизованное европейское государство, а не как колхоз имени, так сказать, там, не знаю, Робинграната Тагора, понимаете, под руководством этого негодяя Плахотнюка. Он у вас, мало того, что руководитель генпартии, он еще и, значит, в социнтерн еще зашел, как сопредседатель и так далее. То есть он делает все, что хочет. А вы вот так вот мягненько, мол, давайте не будем обострять, давайте потихоньку, а что потихоньку? Потихоньку, действительно, Молдавия потеряет государственность, и на этом все закончится.